Вот теперь услышите геополитическую мощь этого всего истории. Значит, бурно растущее невероятное приложение, которое контролируется властями Китая. Значит, и американцы, понимая, что сейчас их все тинейджеры благополучно перекочуют из американских социальных сетей в китайские социальные сети и начнут им сдавать большую дату. Они начнут им сдавать данные о своем поведении, о своем реагировании на что-то. Я не знаю, на свои интересы и прочее, прочее, прочее. И вот теперь смотрите, американцы только что нападали, американские власти бьют Цукерберга, потому что не хотят, чтобы он делал страну Цукербергию в контру американскому государству. Но с другой стороны, из-за того, что ТикТок начинает конкурировать с Инстаграмом, и Инстаграм становится для Америки необходимой вещью. То есть сейчас линии перетяжения, то есть, условно говоря, государство пытается блокировать государственные амбиции компании, при этом оно заинтересовано в том, чтобы именно эта компания находилась на рынке, потому что есть другая компания, которая может зайти на рынок, и она сдаст другому государству данные о моих людях. Углавливаете? Вот. И вот это новая такая геополитическая реальность. Это Четвертая мировая война. Вот и смысл ее. Это не кого-то с кем-то, а это все против всех. И вот эти локальные союзы, которые возникают просто на каждой конфигурации, при которой дальше будут возникать сложнейшие торги, которые будут, в общем, на них будут разыгрываться очень большие ставки, потому что здесь мы сделаем это, вы сделаете это, мы сделаем то, мы сделаем это. То есть вот эти гиганты воюют, государство, компании, вместе компании, государство, государство вместе компании, друг с другом и так далее, а жертвы только одни в этой пьесе. Жертвы – это мы с вами, потому что мы мясо, которое или сдаёт данные, или сидит на соответствующих ресурсах, или просто типа тупеет. Не типа, а тупеет.